Подпишись на канал Алексея Князева. Алексею всего 20 с небольшим лет, а у него уже есть несколько бизнесов, да еще и в Америке. На своем канале он рассказывает не только о своей жизни в США и о путешествиях, но также вы много узнаете о его бизнесе и о бизнесе в США вообще. Если интересна данная тема, то не пропусти и подпишись. Ссылка в описании. Привет! Вы на канале Смиру по факту, а меня зовут Александр Гришин. В прошлом выпуске Версуса я показывал вам, как пауки охотятся на мышей, ячериц и даже змей, которые во много раз больше паучков. И в конце показал вам одно насекомое, которое является настоящей грозой даже для гигантских пауков. Это оса-наездник, и о ней мой сегодняшний Версус. Это даже не Версус, а скорее рассказ об этом насекомом. Поехали! Наездники Насекомые, насчитывающие более ста тысяч видов. Всех их объединяет одно – они любят покататься на своих жертвах. Словно ковбой-лошадь, эти осы седлают своих жертв и мчатся. Усталой забыто, колышется чат, и снова копыта, как сердце стучат, и нет нам покоя, тари, но живи. Огоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Ну а если серьезно, то они действительно часто седлают жертв, и все для того, чтобы отложить в них свое потомство. Если у обычных ос есть жало, то у этих вместо жало – яйцеклад. Они откладывают яйца либо на поверхность жертвы, либо прямо внутрь, где их личинки питаются внутренностями. Конечно же, все зависит от их вида. Некоторые из этих ос даже полезны, так как таким образом они уничтожают многих вредителей. На мой взгляд, самая интересная разновидность этих ос – это осы подсемейства Пепсис, или как их называют более понятным языком – дорожные осы. Именно эти осы в основном охотятся на пауков. И тарантуловые осы – самые большие из них, длиной до 5,5 см. И эта оса способна убить любого паука. Есть еще одна вещь, благодаря которой тарантуловая оса знаменита. Она просто невероятно больно кусается. Ее укус – один из самых болезненных укусов в мире. Сильнее только у муравья-пуля. Американский исследователь дикой природы, койот Петерсон, решил испытать на себе укус этого насекомого. Боль от укуса длится около 5 минут и оценивается учеными в максимальные 4 балла по шкале Шмидта. Например, у пчел самый минимальный балл по этой шкале, а именно один. Ну а теперь давайте немного посмотрим, как эта оса охотится. Вот маленькая оса-наездница, для которой пришло время отложить свое потомство. И в качестве жертвы она выбрала вот эту здоровенную гусеницу. Совсем немного повозившись с ней, оса делает свое дело. Далее личинки развиваются внутри гусеницы. И когда приходит время, начинают вылезать из нее. Выглядит это отвратительно. Вот примерно как происходит этот процесс. Хорошо, что человек они не считают инкубатором для своих личинок. Само собой, многие не хотят для себя такой участи и яростно сопротивляются. Например, как пауки. Это паук-волк. И ему сегодня не повезло, так как он встретил дорожную осу, которая как раз была в поисках того, куда бы отложить свои яички. Паук был, видимо, в курсе, кто открыл на него охоту и пытается убежать. Но оса гораздо проворнее. Она легко парализует паука и волочит его в свою норку, чтобы уже там вывести с помощью паука свое потомство. А это паук-каменщик. Его трудно заметить, так как он живет в норках, которые делает в песках, и он очень маленький. Паучок вышел на охоту. Вырыв норку, он сел в засаде в ожидании. И кажется, его обед сам идет к нему. Оса сама подползла к пауку. У нее другая цель. И этот паук ей очень нужен. Завязывается бой. Оса быстро расправляется с пауком, жаля его и парализуя. Затем она откладывает в него свои яйца и относит паука в заранее заготовленную ямку. Там он еще живой, но беспомощный, станет кормом для личины косы. Так охотник сам превращается в жертву. Ага, вот и еще одна жертва осы. Да, что только не сделаешь, лишь бы не попасться в лапы этой мрази. А это тарантул. Паук, который своим внешним видом наводит ужас. Это настоящий гигант, которого боятся почти все. Но для паука нет ничего страшнее встретиться с этой осой. Она в несколько раз меньше, но благодаря своей ловкости она легко справляется с гигантом. Затем для осы остается самое сложное. Это отнести парализованное тело паука в свою норку. Несмотря на свои маленькие размеры, оса очень сильная. Она может нести вес в 10 раз превышающий собственный. Сделав это, она откладывает в его брюшко яйца и аккуратно замуровывает паука внутри. Теперь примерно на месяц паук станет обедом для личинок. Оса намеренно не убивает паука. А личинка не поедает жизненно важные органы. Нужно, чтобы паук прожил как можно дольше и оставался свежим. В течение месяца живого паука пожирает личинка. Это невероятно ужасная участь. А потом оса доедает его полностью. Не только паукам и гусеницам достается от этих паразитирующих ос. Здесь, например, подобную участь поджидала и таракана. И осе не важно, какого размера насекомые, противостоящие ей. Осе нужно отложить яйца. И она это делает. А затем по старой схеме относит в его норку и запечатывает вход. Да уж, это оса действительно гроза пауков. Даже если паук спрятался дома в углу оконного проема, это его тоже не спасет. Она найдет его и там. Пробьет его защиту в виде большого слоя паутины. Вытащит его. И утащит, чтобы сделать свое грязное дело. Я долго искал того, кто может победить эту зверюгу. Но так и не нашел, есть ли у этого существа естественные враги. Может, кто из вас знает. Ну а я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok